так ну все продолжаем я принес воды теперь попроще так давайте посмотрим как мы можем прокачать нашего убийцу максимально эффективно видится мне только несколько целей очень немного вот хорошо бы даже убить от этого купца на самом-то деле потому что он тут реально мне мешает вдруг я захочу своего купца какого-то до нанять а тут на тебе вот этот давайте все таки рискнем только сперва сохранимся сохранимся в давайте восьмидесятый слот не будем мы там так но пробуем пробуем сразу быстро да у нас получается это хорошо убийца опыт не получил но удачно убийство для нас уже хорошо так может священника попробовать подкупить когда ему платить придется невыгодно это этих попов подкупать то так ладно может быть эту армию попробую уверен отказ да что-то не получается у нас дипломатия все время какой-то неуверенный отказ так что здесь здесь по листу снимаем здесь переобучаем но генерал сперва и нанимаем все все деньги потрачены но не все лазутчики использованы а вообще-то все еще попробуем этого лазутчика он тоже у нас постоянно прокачивается здесь ну здесь нам понадобится очень скоро много большая армия для того чтобы захватывать захватывать города замки следующая наша цель по ходу либо вот этот крупный город либо вот этот если честно хорошо бы столицу атаковать она наверно более развитая да так что у нас здесь здесь у нас должен быть агент он у нас тут естественно есть и смотрите неплохой агент у нас да давайте вот этого немножко переместим сюда нашим купцам а этого выведем и хорошо бы еще одного нанять но мы не сможем этого сейчас сделать какая ситуация здесь 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 да и отправим этих суда переобучить мы не сможем естественно эту армию пока затормозим ну что ж все пожалуй а подожди наш супер убийца еще не сыграл самое главное сохраняемся также 80 слот и пробуем наверное давайте вот это муж со звездочкой до 62 процента член семьи к тому же а по и есть и больше члена семей то и нету все они лишились кавалерия заодно а заодно и члены семей остался только король лидер рода молодой причем довольно и вот еще какой-то 21 года призрак надо нашего-то убийцу наверно туда поближе подтянуть чтобы потом можно было его достать так этих я повел переобучать да ну все отлично сохраняемся и делаем ход подождите вот-то ход но нам надо будет таковать испанцев похоже придется нам это делать в следующем ходу полот а на давайте смотреть что у нас тут имеется после этого хода и мы видим что французы активно защищают свою область на нюрнберг готовится атака германцами опять венцианская принцесса что-то там пытается нам на внушить милан что-то пытается нам внушить но у них пока ничего не получается так на братслав совершена атака я как назло коней до вывел но ничего сейчас мы посмотрим что там происходит заблочили порт пошла инквизиция активизировалась лазит по нашим землям ведьмы и этики кто-то там помер интересно кто помер кого-то похоже убили ну или кто-то помер так ну заводим баллисты так конец как раз таки выводим конец у надо переобучать обязательно переобучать вот а вот это то мы не сможем до переобучить конец а ну ладно ладно может быть отсюда тогда перенаправим конец у хорошую такую кавалерию полководца даже вряд ли нас тут поймает но мы все-таки давайте пройдемся выступаем немедленно отсюда вот коней мы так-то увели неплохо так отсюда 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 вот сейчас мы их переобучим сержантов можно нанять что денег смотрите совсем мало да это плохой знак это плохой знак переобучить баллисты не можем нанимать пока вот этих вот ребят мы не будем которых мы там видели но очень скоро нам понадобится что-то вот решать с этими баллистами вот эти мы не можем их пока переобучить их очень много у нас может быть мы сможем отсюда перенаправить будет исполнено встаем лагеря ну приказать так кавалерия кавалерия городская вот это кавалерия пойдет у нас вот сюда переобучим кавалерию и вновь свежие отряды направим сюда здесь сосредоточилась очень много баллист будет исполнено надо перенаправить немножечко так что мы тут видим опять у нас убийца до нуждающийся в так но конницу надо переобучать обязательно давайте раз уж мы начали в том замке будем переобучать так какого бы устранить 26 процентов не получится а больше он практически ни до кого не может добраться только до священника и может быть до вот этого а или вот до вот этого давайте 50 на 50 и есть брык все удачно да удачно у нас убийца сработал далее мы будем наверное уничтожать какие-то другие цели где-то вот могут здесь так ну что 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 у нас еще один убийца или принцессу или понятно кто тут наследник рода давайте попробуем и этого наследника рода что ли да а пропуск не давайте не будем пропускать снова загрузимся так так не получилось у нас его уничтожить быстро давайте тогда это может 90 процентов попа и все все мы ее убили принцессу больше на никого не соблазнить из наших рыцарей ну приказать так суда направляем наших сержантов здесь продолжаем найм и переобучение нам требуется отправить группу сержантов на взятие замка но я боюсь чего того что мне не хватит войска для того чтобы его взять вот здесь надо переобучить многих людей первую очередь баллисты и опять же сержантов понятно что армия будет отсюда подготавливаться которая будет атаковать ага у них не удалось отбили город сумели таки да давайте еще раз попробуем прокачать нашего шпиончика и отправим тогда уж его назад в замок отправим его в замок так ну денег опять-таки у нас не осталось но мы можем понизить налоги где у нас волнение похоже что с этим уже не справляется никто и что нанимаем опять-таки купца при обучать никого не будем так здесь у нас все нормально нормально знаете надо ужас наверно армию отсюда выдвигать на захвату захватить столицу нам не получится здесь очень много толпы по всей видимости даже элитной но на всякий случай давайте наймем здесь еще копейщиков и кто знает кто знает может быть даже и получится так у нас братслав атакуют но братслав они зря атаковали таким количеством войск сейчас просто уничтожим на карте мы это сделаем обидно но там капитан что ли что посмотрим не будет даже какой-то лицо не капитан нет где братслав у нас она все еще такой вот все еще такой вот как поселочек да на суде не убегает совсем что ли да мы суде они это не так аха интересный посредоточили хорошо ладно все это вынуждает меня взять еще подкрепление и сержантов почему потому что может быть заварушка может быть реально заварушка кто у нас там стреляющих что ли да да это метатели каких-то там дротиков поляки вот но если честно не очень-то ей пока ну вот они пошли пошли начался бой пока все складывается если ничего не изменится мы победим пусть они порубят этих стрельцов все смотрите когда мы положили отряд поляцких стрельцов вот еще один берет ответ генеральский что ли вот убегают уроды отстреливаются поляки отстреливаются надо их прогнать с карты на самом деле пробовать это сделать но они стреляют стреляют по моей единственной коннице все это плохо все это очень плохо блин да где же мои отряды правда ни хрена не видно что ли стрелки ах ты блин я им устрою сейчас стрельбу блин тихо так отправить наши баллисты и потихоньку попытаться их расстрелять издали главное чтобы они не отреагировали на эти самые баллисты вот стреляющая кавалерия очень эффективна против всех видов войск почему потому что от нее очень большой урон на счет того что они очень быстро бегают и уносит урон большой за счет стрельбы попробуем по ним пострелять да мы их так сейчас перебьем я думаю это был как раз генеральский отряд невозможно даже дрогу все вот этот отряд уничтожили эти подтягиваются смотрите вот этот генерал может умереть это не отступили убежать потеряв значительное войско не решили отступить неплохая в общем-то победа у них осталось 49 человек я там рисковал значительно но бегать за ними с копейщиками очень глупо на самом деле казни так много человек свете у нас появился а также появились проблемы с баллистами их стало значительно меньше ну ладно так что у нас здесь потихоньку в брат слов мы сейчас укрепим а здесь мы скорее всего захватим вирус я в этом практически уверен почему потому что я до него спокойно могу дойти да да там только один генеральский отряд давайте победоносно просто его уничтожим разворачиваем войска так ну этих сюда нам открыли дверь какие планировал чтобы нам ее открыли нам ее открыли берем все отряды чтобы эффективнее уничтожать врага устраиваем в одну линию перед воротами начала битвы наш лазутчик открыл ворота да наш лазутчик молодец не зря мы его прокачивали и ведем все наши войска на захват поселения торопиться здесь нет смысла конница как всегда идет самый первый к незащищенным воротам наши воины доказали свою храбрость вражеские стены захвачены пешим ходом уже идут все остальные все мы привели наши войска теперь осталось только уничтожить врага наблюдаем за этим действием замок взят все проводим полную атаку и ждем когда нас будут расстреливать просто заводим чарджем просто таким вот забегаем прям окружаем врага и уничтожаем его полностью мы убили их полководца они этой победой восхититься все 48 человек потеряли каким то образом но зато замок на 1800 да давайте займем здание посла ничего шутят так и наш агент довольно таки неплохой нужно его отправить в город заодно посмотреть территорию сколько здесь толпы на врага посмотрим так же сколько мы сможем зарабатывать на этих 300 599 смотрите тут тоже выгодно нанимать их 225 что тоже есть хорошее место вот оно где тут вот тут так такое же вот винтарное место много можно зарабатывать ну ладно отряды у русских или большие в общем да я думаю даже на следующем ходу мы наверное попробуем их как-то захватить может ну ладно одной областью больше так что-то тут германцы к нам подошли непонятно со своими крестьянами выманивают наверное моих мою кавалерию эти крестьяне ну приказать они вот выманят они потом обратно зайдут интересно нет не знаю не знаю можно было бы вот этих абилларов да немножечко 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 повысить им опыт вместе с генеральским отрядом то есть я не для этого подходит как лучше в качестве целей развертывание начала так ну мы просто что делаем я враг не вижу это здесь должен быть враг так это здесь да вот он враг мы его попробуем окружить так прибавим ходу да и ходу игры прибавим они хоть и стоят на выступе но я не думаю что есть есть какое-то преимущество может у него нет мы пленили вражеского полководца пусть он посмотрит как мы разгромим остатки его армии зависла да ну зашибись ну вот так вот она и зависает игра ну ладно попробую ее отвиснуть что ли так но игра по непонятным причинам зависла после сворачивания и разворачивания я увидел вот эту картину так ну что продолжаем может быть бандиком как-то сыграл в том что игра зависла смотрите нас тоже тут покорежило да вообще не могу понять что это смотрите вообще непонятно да что это творится ладно мы выиграли в любом случае не знаю почему она так вот зависла но видимо так тоже бывает размер выкупа они еще умудрились убежать нам надеюсь поражение не засчитали нет конечно как-то странно вот они зависла игра все это печально ну ладно бывает видимо и такое попробуем еще прокачаться на них может сейчас тоже зависит так будем ожидать сперва нам туману если честно мне лично уже надоели давайте еще раз подождем ну ладно давайте так уже сначала битвы где наш враг вот он наш враг прибавляем максимально ходу они пытаются скрыться да как-то убежать сейчас их просто снесем в наших кавалерий крестьян про чарджан так сказать все мы всех убили наскоком противник бежит за ним этой победой восхититься мы их насколком уничтожили еще и потеряли правда каким-то образом одного всадника видимо на виллы напоролись что может быть все да вот такая вот сила чарджа что прикажете что у нас здесь ну мы никого не можем переобучить так что 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 похоже нам опять нужно поработать немножко нашими убийцами над убийцами поработать не можем нам мешает вот этот вот Марсель Марсель нам мешает мы не можем из-за этого атаковать а ну в принципе это уже что я хочу сказать пароход делай да товарищ рад делать ход давайте мы наверное его уже сделаем захватили вильнюс давайте делать посмотрим на действия нашего врага враг решается кажется на нас напасть но не нападает не нападает но хочет иванцы отправляют своих послов подкупить ли он по всей видимости ну опять таки эритики ходят эритики рано или поздно приведут к бунтам брат славису из воров тысячу ну да давайте почему нет ладно убийство и ретикан да кстати было бы неплохо а что там нам за это будет на испанию можно нападать да а а 10 ходов где этот богохульник вот он далековато конечно но можно его убить так ну сначала я может быть попробую протачить вот этих вот товарищей 81 ход сохранимся 81 слот верней ага лидера урода 53 процента а вот была бы удача грохнуть то его решается он напасть в основном крестьяне не выйдет хотя зря я наверно увел армию ну ладно давайте рискнем может быть ну что получилось успех убийцы да мы убили лидера рода я вам еще расскажу он у них поменялся теперь уже у них другой лидер рода отлично меня это радует может быть сейчас получится наши баллисты нет сейчас у нас не получится нашей баллисты а прокачать так ну тут у нас идет полным ходом строечка переобучим то что можно переобучить здесь у нас есть возможность снова прокачать убийцу но вряд ли у него получится убить этого посла да слишком такая цель маловероятная 50 процентов хороший такой посол давайте попробуем его убить не получится откатимся и убьем другого посла да у нас получается и наш убийца да прокачивается остается вот плюс 4 к навыку агента его шансов на убийство раз тут мы возвратим его в эту часть карты аааа так идем дальше идем дальше у нас еще здесь есть лазучек хорошо бы его да сохраним тоже опа его убили загрузка так они защитили город они защитили город значит мы не будем проникать в город но мы последим за кем-нибудь не знаю давайте вот за ним что ли вот последили немножечко и отправляем лазучка разведывать про армию врага армия есть довольно слабая они укрепили еще и замок ну что ж это вполне логично потому что я собирался на него на замок напасть так феодальных рыцарей нет кто нам здесь нужен так это переобучение сейчас нам нужно сделать наших сержантов баллисты бы тоже кстати не помешали но их там нет здесь переобучение мы делать не будем но будем строить склад и большой базар мы тоже будем здесь строить площадку ополченцев нет продолжаем переобучение и проводим найм рыцари ордена госпитальеров так что у нас тут еще есть сержанты сержанты да у нас неплохая армия из сержантов образовалась думаю есть так послать может быть эту армию во главе с полководцем возможно даже госпитальерами давайте всех сержантов в принципе вот этих вот мясорубщиков возьмем и отправим их почему нет вот нужно захватить будет турнирное поле мы не будем нам нужно еще конница но конницу взять негде отправим еще крепейщиков ну и давайте наверное еще вот этих вот все у нас укомплектованная армия укомплектованная армия но нет баллист нужны баллисты сходу мы их не захватим ну ладно на следующем ходу я может поменяю свое решение а пока вот именно так кстати насчет армии надо бы и сюда кавалерию отправим а то ее здесь и нету практически и сюда кавалерию отправим включая вот этих вот элитных рыцарей и госпитальеров отправим ее сюда да наш лазутчик прокачан хорошо сохраним и попробуем еще раз покачать его возможно этот лазутчик откроет нам в будущем ворота поэтому все идет по плану все у нас отличненько пробуем заново подкупить армию я думаю у нас этого не получится но попробуем неуверенный отказ в принципе нам их армия это и не нужно так подумать не нужна нам их армия так уже иду продолжу путь завтра агент служу королю торговля будет выгодной посмотрим что мы можем ага вот тут у нас тоже она понадобится в столице этот агент я намереваюсь захватить столицу но для этого мне понадобятся сержанты и баллисты для этой тяжелой работы давайте наверное кого нибудь оставим из таких относительно ненужных людей а остальных пока выведем так ну нормалек нормалек что у нас здесь ротация круп нет лучники тир лучников может быть может быть дороговато нет не будем тир лучников а вот церковушку да церковушку да что у нас здесь да почему бы нет и проводим переобучение потихоньку войск не спеша да мой король да здесь мы можем переобучить баллисту по одной видимо придется все время переобучать ага вот у нас уже расширяется мы видим да немножечко брацлав так основные постройки основные постройки самое главное расширение городов ага пока нет ладно возможно нам пора улучшать наши цитадели например вот эту потому что нам надо будет где-то обучать хорошие войска что у нас здесь в крупных городах что у нас здесь низкие налоги да ну правильно вообще то надеюсь вы умрете достойно ну пусть они атакуют нас я боюсь что они просто объединятся что я мыслю а надо уже захватывать их не замок я что мыслю так ладно будем захватывать замок их переобучение мы тут по максимуму переобучили здесь где еще можно построить дороги обязательно так дороги и нет ротации крупных строить не будем этого не будем ну в принципе достаточно денег мы уже потратили цитадель мы больше нигде не сможем тут бы смогли но тут она как раз минимально нам нужна если честно тут можно опять таки нанять купца почему бы нет мы сейчас купечеством там все заполоним все будет прекрасно так ну мы увидим что оставили франкфурт опять германцы не знаю мне сейчас тут не так много войск на самом то деле чтобы вот их там вести как-то да мой король кто приказать а мне понадобится сержанты много сержантов переобучить кавалерию здесь я кавалерию переобучил переобучил теперь ее надо направить частично конечно переобучил ее надо направить на вот сюда вот на надо обязательно сюда направить соединить с баллистами и теперь мы эту кавалерию направим там так ну баллисты перекинем да вот сюда марш ну а кавалерию значит сюда все сержанты потом подойдут сержанты потом подойдут этих я готовил видимо для а вот этого местечка будет исполнена завтра мы продолжим милорд да они видимо пойдут у меня на франкфурт ну вот как-то так да как-то так боятся отойти от франкфурта а германцы боятся что я их просто уничтожу это вполне может произойти на самом то деле ну давайте тоже поставим на очередь ну ладно давайте на этом наверное уже заканчивать я так прилично потратил времени даже несколько пауз сделал вот поэтому я боюсь что эта серия опять будет очень растянута разрезана многократно увидимся уже в следующий раз ставьте лайки подписывайтесь на канал увидимся в следующей серии